В Сочи десятки улиц, забитых машинами, причем с двух сторон. Заставлены автомобилями и подъезды к многоквартирным домам. В городе уже не раз случались ЧП из-за невыполнения требований пожарной безопасности. Порой пожарному расчету просто не протиснуться во двор многоэтажки. В ожидании автовладельцев огнеборцы теряют драгоценные минуты. Именно по этой причине на прошлой неделе в Краснодаре сгорел целый дом в 1400 квадратных метров. Хотя изначально пожар возник на площади в 20 квадратов. Полчаса ожидания коридора и эвакуировать уже пришлось всех жильцов. От такой трагедии не застрахованы и сочинцы. Поэтому городоначальник принял решение ввести в городе новую практику. Создать во дворах островки безопасности, где парковка машин будет запрещена. По требованию мэра участие в определении мест для спецтехники должны принять и общественники. Поэтому на планерку сегодня пригласили всех членов ТОС и домкомов. В целом же в городе будет создана рабочая группа. Каждому управляющему компании передать это решение, чтобы их потребовать, в том числе через прокуратуру, если они не будут выполнять. Понятно? Я повторяю, мы каждую неделю будем подводить итоги, какое количество дворов в целом в районе и сколько уже дворов обследовано и в скольких дворах эти площадки появились. Чтобы завтра эти группы уже вышли, именно выйти должны специалисты. И повторяю еще раз, чтобы специалисты четко, понятно и ясно поставили цель. В Сочи, докладывают спасатели, оперативная обстановка достаточно тяжелая. С начала года зарегистрировано 238 пожаров. В 80% горел жилой сектор. Введен особый противопожарный режим. По решению КЧС, все граждане и организации обязаны принять меры дополнительной пожарной безопасности. В противном случае административная ответственность и штрафы вплоть до 400 тысяч рублей. Ну а надзорные органы ужесточают контроль. Начинаются рейды и патрулирование. Люди приезжают, иногородние, тот же каршеринг, бросают, уходят, забывают, а безопасности нет. Нам нужно проявить максимум усилий в этом направлении. Мы должны эту ситуацию оккупировать так, чтобы понимать, где у нас самая очаговая зона. Оттуда начинать. Например, Лысая гора. Мы все прекрасно понимаем, что туда даже не то, что пожарная машина, там боком не пройдешь. Есть вот такие моменты и такие вот районы, с них в первую очередь надо начать. А потом мы пойдем поэтапно. Планируем и дальше пойти. Островки безопасности должны быть везде и на объекты здравоохранения в том числе. Потому что это очень важно. Где стационар и так далее, так далее, так далее. Это только начало большой этапной системной работы. Рядом со островками безопасности появятся соответствующие знаки. Автовладельцы, которые припаркуют там свои авто, понесут за это ответственность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова